Всем привет, Олег Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Людям, которые занимаются военной историей, вас представлять не надо, но военной историей занимаются не все, поэтому представьтесь. Соколов Олег Валерьевич, досент Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата исторических наук, специалист по истории Наполеона, истории русско-французских отношений конца 18-го, начала 19-го века, по военной истории вообще. Ну, вот мои книги, это не все, но большая часть, так что я думаю, что они показывают, что кое-что я об этом знаю, изданные книги не только в России, но во Франции, в Польше, в Испании сейчас тоже выходят мои книги. Ну, и кроме того, я имел честь быть основателем движения военной исторической реконструкции в России, уже почти 40 лет тому назад возникла первая группа под моим руководством, а потом позже уже из ее трансформируясь, она дала рождение другим течениям, самым разным, фактически, ну, как вот основание такого дерева, которое сейчас, вы знаете, что военная историческая реконструкция сейчас занимает десятки тысяч людей с самыми разными эпохами, ну, вот перед вами тот человек, с которого это началось уже очень давно. Ну, вот основное то, что мне хотелось искать, да, ну, еще вот все-таки за свою деятельность, потому что я преподавал не только в России, я преподавал еще и во Франции, в Сармонтском университете, я кавалер орденово-басчетово-легиона, высшие награды Франции, но не только за свои исследования, а и за то, что я сделал военной исторической реконструкции, потому что вот как бы обратили внимание на наши большие мероприятия, и в частности Бородинская битва, которой я имел честь командовать, и которая произвела большое впечатление на, так сказать, французов, так что президент Ширак подписал в 2003 году указ о моем награждении орденово-почетного легиона. Ну, вот, в двух словах. Это очень короткое представление, про подвиги Олега Валерьевича можно много рассказывать, в частности, вот я, продукт его подвигов, 24 года назад уже под вашим руководством начал заниматься военно-исторической реконструкцией, тогда ещё в Санкт-Петербургской военно-исторической ассоциации, в штаб-квартире, в музее-квартире Пушкина. Совершенно верно. Я горд тем, что военно-историческая реконструкция, она помогла привести в историю, да и вообще, в очень интересную жизнь таких людей, как Лим, дай бог, чтобы. Собственно говоря, когда я этим начал заниматься, мне очень хотелось, чтобы такие замечательные люди объединялись, приходили. Ну, в общем, так получилось что-то, и вот перед вами действительно, я бы сказал, гордость этого процесса. Спасибо. А вот поговорим, наверное, сегодня про ваш главный интересант в истории, про Наполеона Первого. Замечательная идея. Идея-то, да, во-первых, А замечательная, а Б родилась она у меня после прочтения вот этой вашей книги, недавно вышедшей, первая итальянская кампания Бонапарта, 1796-1997 год, том 1, битва за Пьемонт, недавно про неё разговаривали. И тут-то у меня родилась такая побочная мысль, что сразу говорить о войнах Бонапарта, о том, как он стал, в конце концов, врагом России, как он попал вообще в Россию, это было бы преждевременно, потому что я вдруг столкнулся, работая постоянно с молодёжью, столкнулся с такой странной флуктуацией, что просто никто не знает, кто такой Наполеон. Я не шучу, я недавно разговаривал с человеком, ему 19 лет, то есть уже не младенец совершенно, уже закончил школу и, в общем, второй курс в ВУЗе, если не ошибаюсь. Заговорил я с ним о военной истории, вот Первая Отечественная война, я спрашиваю, а кто Наполеон такой-то, знаешь? И он мне на полном серьёзе отвечает, торт. Я думал, он шутит. Ну, он, в общем-то, почти прав. Я думал, он шутит, а оказалось, он не знает вообще, кто такой Наполеон. Что-то пирожные, на самом деле, вовсе не торт, и коньяк там уже. А коньяк он ещё не пьёт, ему рановато. Понятно. Слава Богу. Поэтому, если вы позволите нашу большую серию бесед о наполеоновских войнах, о военном искусстве, предварить неким вводным словом о том, кто такой вообще Наполеон Бонапарт, откуда он взялся, как он вообще появился на исторической сцене, мне кажется, это важно, потому что, ну, что уж там греха таить, это начало 19 века, называется везде эпоха Наполеона. И герцога Веллингтона, и Кутузова, например, знали бы только какие-то совсем скучные специалисты по военной истории, если бы им не довелось скрестить шпагу с самим Бонапартом. Именно так. Ну, что ж, тогда начнём. Вы правы, Клим, дело в том, что я тоже, когда вы мне предложили любезно прийти к вам на ваш замечательный ресурс, я хотел первое, что сделать, о, сражение, итальянская компания, тем более только что написал книгу об этом, о начале итальянском, это первое, потому что я надеюсь, это будет дальше серия о всей компании. И, конечно, я думал, что вот с чего начать, вот, становление полководца, первая итальянская компания, ну, верно, Клим, мы сказали, я подумал, чёрт побери, но ведь прежде, чем установление полководца, всё-таки установление как человека, кто он такой, откуда он пришёл, и в этом смысле, конечно, говорить о всяких мелких эпизодах, часто выдуманных детственным пленом, не имеет никакого смысла, но имеет смысл сказать о том, почему он так сформировался, потому что какая среда, где он был, откуда всё это пошло, без сомнения, очень важно, чтобы понять, каким он стал полководцем, каким он стал человеком. И поэтому мы начнём с самого-самого начала, с 15 августа 1769 года, когда на острове Корсика в маленьком городке Аящо родился мальчик, которого назвали Наполеоне де Монапарте. Вот, ну, естественно, потому что корсиканский, мы ещё поговорим об этом, это диалект итальянского языка, не совсем по-французски всё это звучит. Итак, Наполеон, для начала о его происхождении, откуда и с какой он семьи. Ну, я должен сказать так, что в эпоху империи, когда император будет великий император Европы, конечно же, придворные элистетцы будут искать ему потрясающую генеалогию, и некоторые дойдут даже до того, что он чуть ли не потомок Цезаря и так далее. Я хотел сказать Карла Великого, оказывается, нет, нет, Цезаря. Да больше, ещё там Карла Великого. Ну, это, естественно, ерунда, по этому поводу сам Наполеон сказал, когда вот услышал, вот так он сказал, бросьте, моё дворянство начинается с Монтенотте. По-французски дворянство – это и дворянство, и благородство, слово одно и то же, но благородство, моё благородство датируется, вот Монтенотте – это первое сражение, которое он выиграл, большое, 12 апреля 1196 года. Так что, конечно, разумеется, никаких великих предков там не было. Но, с другой стороны, когда в 1815 году императора свергли, пришли к власти его враги, они решили, что он вообще, так сказать, ну, естественно, под забором родился, непонятно, от кого, от какая мать, какой отец, вообще кто такой, ну, просто там последний подзаборный какой-то там, ещё для крестьянин, там, нет, вовсе не его происхождение, конечно, не такое. Его семья очень по местным масштабам, Корсиканская, всё-таки Корсик – это небольшой остров, она довольно-таки известная. В городе Аячи, это небольшой город, кстати, очень красивый, миленький городок, недалеко горы красивые, вот, в этом городе две семьи очень известны были, можно сказать, почти как Монтекки и Капулетти, одна – Бонапарте, а другая под Садиборга, вот, они, можно сказать, постоянно в этом городе между собой спорили, и что удивительно, представляете, вот, под Садиборга, человек, почти его ровесник, мальчик тоже из другой семьи, он сражался как бы со Наполеоном везде до того, что Александр I, когда он же вёл войну, войны с Наполеоном, и когда один из критериев приближенности к Александру было то, чтобы ненавидеть Наполеона, он под Садиборга приблизился, и под Садиборга стал одним из ближайших соратников Александра I, потом русским послал во Франции и так далее, представляете, два мальчика, вот, корсиканские, между собой дрались в детстве, так сказать, так, а потом дрались, дрались, а потом уже один стал императором, другой стал, так сказать, крупнейшим деятелем Российской империи, и продолжали драться, то есть, вот, из маленького корсиканского городка вот так получилось, Бонапарта и под Садиборга. Так это Наполеон поэтому заебал всю Европу, что ему нужно было что-то доказать под Садиборга. Да, естественно, а под Садиборга нужно было что-то доказать Наполеон, ну вот, ну а если серьёзно, и так семья довольно уважаемая, отец его Карла Бонапарте очень молодой папа, так сказать, он женился на своей, так сказать, невесте Летиции Ромалино, когда ему было 18 лет, а ей было 14 лет, вот, и Наполеон родился, когда папа был совсем молодой, он был вторым ребёнком в семье, вот, ну Карл Бонапарте был юристом, человеком уважаемым, его некоторые называли Карла Великолепный, можно сказать, папа Карла, да, значит, в своём городе он, так сказать, человек полис престижный, ну его считали как человека такого немножко несерьёзного, легкомысленного, умер он очень рано, ему 40-летний был, он умер от рака желудка, кстати, от той болезни, которая потом умрёт и Наполеон, а вот мать совсем другое, мать совсем другое, по поводу матери кто-то сказал, что это женщина с головой мужчины, она была совсем молодой, говорит, когда она родила Наполеона, ей было только 19 лет, а он уже был третий, потому что первым был мальчик, который умер, потом был Жозеф, у вас старший брат, и он, вот он, так сказать, был третьим уже ребёнком, понимаете, девушка, так сказать, быстро этих детей рожала, всего же у них в семье будет 5 мальчиков, кроме Наполеона ещё четверо, и 3 девочки, и ещё 5 родителей умрут в младенческом возрасте, т.е. его мама Летеса нарожала 13 детей. Богата. И эта женщина была настоящая, она настоящая корсиканка, она истинная глава семьи, она трудолюбивая, она, так сказать, очень собранная, очень решительная, и достаточно её некоторые слова, например, как она по поводу Бурбона сказала, да, почему они потеряли, она сказала, Бурбоны всё потеряли, потому что они не были готовы умереть с оружием в руках, это говорит женщина молодая о Бурбонах, понимаете, так сказать, о том, почему революция во Франции прошла, вот. Она была строгая, суровая, Наполеона улупила, потому что она, так сказать, никаких там этих миндальничений и либеральных там, так сказать, не было, вот, и интересно, когда она была беременна Наполеоном, она, потому что Корсика же, она ещё только в 68-м году Францию её присоединяла, французские войска вели боевые действия на Корсике, а семья вот Карла Бонапарта, он вместе с Летесией был в числе повстанцев, которые боролись с французами, Так вот Летесия, беременная Наполеоном, он, так сказать, следовал за своим мужем, который участвовал в боях. Хоть он был и, можно сказать, такой адвокатик, но тем менее, он корсиканин, поэтому тоже участвовал в сражениях, вот. И вот Летесия, беременная Наполеоном, может сказать, в утробе матери он услышал звуки боя по льбу и так далее. Вот таким вот образом. Такая была мама. Но их семья первая присоединилась к новой власти, всё-таки она поняла, что всё-таки Франция, наверное, это хорошо для Корсики – они были первые кто присоединился. А Корсика была австрийская? Нет, Корсика была генуэзская. Генуэзцы уступили Корсику Франции, по многим вдаваться. Генуэзцы уступили, но уступить-то не уступили, а корсиканцы никуда не ходили уступаться, и поэтому пришлось высадить войска, было определённое сопротивление, оно было не очень долгим, потому что, ещё раз подчёркиваю, в общем-то, в итоге корсиканцы были не очень... То, что отныне они символически стали называться французами, для них почти ничего не изменилось. Кстати, о Корсике должен сказать. Это очень важно понимать, что, например, всё-таки родился не французом, французом где-нибудь под Парижем. Нужно говорить о Корсике. Что такое Корсик? Корсиканцы в то время это народ, которые, знаете, больше всего, наверное, они походят, ну, может быть, простите за божественное, такое сравнение, не очень строго историческое, но, я бы сказал, кавказских горцев, что-то такое, понимаете? Ну, таких классических, я имею в виду, вот самых таких. Это что значит? Воинственность, отвага, верность к слову, кровная месть, гостеприимство. Если приняли гостя, даже врага, но уже всё, за него как бы жизнь не дадут, чтобы таскать. Потом это уважение старшего, гордость, и при этом лень в работе. Женщины всё таскали, мужчина мог сидеть, смотреть потолок, а женщина в это время таскать. Он же воин. Он живой, он вдруг устанет. Вдруг устанет. Всё понятно. Суверность, так сказать, такая. Ну, в общем, Корсиканцы, ну, это действительно представьте себе такого настоящего горца, как себя представляют, и его представьте себе Корсиканца. Поэтому вот, значит, да, и, например, когда, да, самое лучшее преданное у девушки, знаете, было, как считалось, какое самое лучшее преданное? Количество братьев. Это было самое большое богатство у девушки. Ну, потому что, знаете, крова на месте и всё проще. Вот. Ну, интересный ещё момент. Когда один из французских офицеров спросил, вот Корсиканцев уже это повстанческое движение закончилось, и он сказал, что ну, а как же вы обходились без госпиталей, без врачей? Что же было, когда вы получали рану? И, кажется, как же вы? Корсиканец просто. Мы умирали. Жестоко. Мы умираем. У нас, да, вот и всё. То есть, вот такая вот страна. Ну, ещё нужно сказать, что Корсиканский – это, конечно, язык, я бы сказал, диалект итальянского. На французский он не очень похож, хотя понять, конечно, так можно, написанное. Но вот я вам просто пример по-корсикански и по-французски, что Наполеон родился в Аяччо, на острове Корсика, он был сильным и отважным, и отправился учиться во Францию. И так по-корсикански. А теперь по-французски. Ах, как говоря, не очень похоже. Не похоже, да. Если бы ко мне обратились с такой разницей в диалекте, я бы просто не понял. Ну, понятно, Франц и Франчи я опознаю. Опознаю, но это... Лиль по-французски острову, по-корсикански Лисуля. Вот, да. Лисуля, да. То есть, это совсем итальянское влияние. Ну, в общем, очень по-итальянски. И именно поэтому, конечно, когда Наполеон приехал во Францию, он приехал со всем ребёнком, его, так сказать, семья была не очень богата, и хотелось устроить детей куда-то, а семья очень подружилась с наместником французским на Аяччо, господин Морбёв. И Морбёв, пристроив детей, старшего Жозефа и Бонапарта, их сначала пристроили в коллеж, где они там несколько месяцев поучились, а затем Жозеф остался дальше гражданскому, так сказать, учительства, а Наполеона решили послать, но он всегда, у него была страсть к военному, уже с детства, это точно, и его направили в военную школу. Ну, военная школа, назвать это заведение, конечно, это скорее что-то такое, я бы даже не сказал, своровское училище, это просто такая военизированная гимназия. Держали её монахи, так сказать, эту гимназию военизированную, ну, там немножко изучали какое-то военное дело, какой-то монах преподавал, но, в общем, в основном это было просто строгое, очень учебное заведение, где мальчики содержались в очень, так сказать, строгости, рано вставали, вот, много работали, вот, и жили, так сказать, под наблюдением. А где это находилась школа? Это Бриен, школа Бриен, город Бриен на северо-востоке Франции, в Шампании, вот, и вот, ну, я надеюсь, сейчас показывают эту школу, так сказать, как она выглядела тогда, как она выглядела сейчас, ну, вот самое-то я хочу... Картинку присоединим. Да. Когда он приехал в мае 1779 года в школу, вот, ему ещё не вспомнилось 10 лет, вот, его спросили, как тебя зовут, естественно? И он сказал, Наполеоне де Бонапарте, как-как, Наполеоне де Бонапарте, чего-чего, а, ла пайоне, по-французски ла пайоне, это солома в носу, солома в носу, и поэтому точно же все стали, мальчишки, кричать солома в носу, вот, вот, приём был такой, вот. Тяжёлая жизнь его ожидала. Да, его ожидала очень тяжёлая жизнь, он себя почувствовал, в общем-то, не у себя дома, потому что, действительно, там мальчики из дворянской семьи учились, часть людей в Бриенской школе, это были, так называлось, пансионеры короля, т.е. те люди, которые существуют за счёт, вот, король оплачивает их обучение, так, вот, и, например, был пансионер короля, так сказать, потому что... Стипендиат, по-нашему говоря, да. Стипендиат, пансионер, стипендиат, вот, а другие мальчики там были, так сказать, за счёт своих родителей, и мальчики там были частые из довольно знатных семей, и, конечно, для них этот бедный какой-то совершенно нелюдимый корсиканский дворянишка, над ним, конечно, очень много смеялись, ну, и в результате он чувствовал, конечно, себя, ну, очень неуютно, очень неуютно, и вот у него ощущение, как что Франция его родина, конечно, у него совершенно не было в эти годы, т.е. о нём нельзя сказать, что он был француз, но, с другой стороны, помните, уже в 9 лет он приехал во Францию, с этого момента, хотел он так или не хотел, он начинал впитывать себя в французскую культуру, постепенно он владеет языком, хотя ещё даже в компании итальянской он ещё говорил довольно сильным акцентом, ну, потом он сойдёт на нет, конечно, хотя в Тильзите, когда Наполеон и Александр встречались, конечно, Александр, наверное, немножко улыбался, потому что Наполеон говорил хуже, чем он французский. Как приятно. В конце концов император Франции говорит по-французски чуть-чуть хуже, чем он присяг, потому что Александр говорил абсолютно чисто о французском языке, потому что у него учителя были французцы, которые там чисто идеальные, просто вот абсолютно идеальные произношения. А Наполеон говорил, конечно, с лёгким акцентом, немножечко фразу коряво составлял, ну… Ну что делать? Ну да, не было такой, так сказать, школы, как у Александра. Но при всём при этом, значит, итак человек, который себя чувствует не в своей тарелке во Франции, но который постепенно впитывает французскую культуру всё больше, больше, больше. И вы знаете, в конечном итоге получилось то, что он, конечно, не француз, но всё-таки он уже и не корсекайец, о нём Нинсше сказал – хороший европеец, он впитал это французскую культуру, затем античную культуру, и всё это вместе дало человека, которого, конечно, сложно привязать к какой-то определённой стране. Может быть, поэтому, потом, когда он станет императором огромной национальной империи, это для него будет вполне естественно, потому что он больше всего уже дальше питался римскими категориями, категориями Римской империи, вот, в общем, поэтому он стал, можно сказать, хорошим европеецем. Ну вот, и с раннего детства вот это вот какое-то очень большое чувство гордости. Когда один из этих попов священников где-то там резко поставил на место, например, он так жёстко ответил, а тот сказал – кто вы такой, сударь, чтобы так со мной разговаривать? Я человек, – сказал мальчик десятилетний. Вот это уже была первая такая фраза. Ну, понимал уже, да. Ну, интересно ещё тоже в этой, скажем, монашеской конгрегации, я ещё раз подчёркиваю, это, конечно, не монастырь, но всё-таки там монахи руководили, он, интересно, очень к Наполеону сложилось отношение к религиям. Вот что он написал позже. Я слушал проповедь, и проповедник сказал, что Катон и Цезарь проклятый. Мне было 11 лет, я был потрясён, узнав, что самые лучшие люди античности осуждены на адские муки только потому, что они не исповедовали религию, о существовании которой они не могли знать. С этого момента для меня не было больше религии. Нельзя сказать, что, например, Соседний Верыч, я его лучшего друг писал, что он не был ни католиком, ни протестантом, хотя и не был атеистом. Ну, какая-то вера, общая такая вера, может быть, вера в Бога. Ну, вот веры, так сказать, в конкретный католик, протестант, для него это было совершенно… Кстати, именно поэтому позже для него будет совершенно… Там в Египте он будет говорить, что он интересуется, так сказать, магоментанской религией, а на Мальте он покровительствовал кого-либо православию и неоднократно православной религии. Для него вопрос религиозный был маловажный. Он религию рассматривал как важный социальный регулятор, но самого у него не было какого-то пристрастия к какой-то конкретной религии, и очень прохладное отношение к религии. Он был, по сути дела, продуктом нового времени, т.е. это эпоха просвещения, когда от религии, в общем-то, отходит государство. Да, без сомнений. Ну, а лучшую характеристику дал ему инспектор, который посещал эту школу, и, значит, вот такая его характеристика. Господин Буонапарте родился 15 августа 1969 года. Рост 4 фута, 10 дюймов, 10 линий, метр 66. Сейчас мы еще об этом поговорим. Закончил четвертый класс, хорошо сложен, прекрасное здоровье, дисциплинирован, честен, уважает старших, хорошее поведение, отличается в познаниях в области восьматики, неплохо знает историю и географию, очень слаб во всем, что касается светских планер. Из него выйдет прекрасный моряк, потому что Наполеон мечтал тогда. Кто бы мог подумать. Да-да-да. Кстати, о росте. Вы знаете, есть такая легенда, что Наполеон был коротышкой из-за этой всей герой этой комплексы. Конечно, его маленький капрал. Да-да. Ну, маленький капрал по-другому. А есть такая легенда, что вообще был какой-то карлик, из-за этой герой этой комплексы и т.д. Здесь нужно, на счастье, это очень важный момент. Вы здесь видите в этой характеристике рост 1,66 м, но это на мальчика, которому 14 лет. Итак, когда же он умрет на святой линии, рост будет измерен, рост 1,69 м, ну, можно сказать, ну да, невысокий. Стоп, одну секундочку, 1,69 м, в начале 19-го и конца 18-го. Значит, средний рост французской армии в то время был, это точно. Я знаю, вот здесь видите, вот моя книга «Армия Наполеона», чтобы написать эти книги, я, в частности, 10 тысяч солдатских дел разобрал, т.е. 10 тысяч солдат из разных полков. Так вот, средний рост солдат французской армии, это вот как бы, поскольку, да, я еще забыл сказать, что у меня первое образование физика, я инженер физики, 6 лет ядерной физики, поэтому немножечко вот с подсчетом кое-какие представления имею. 10 тысяч – это выборка очень надежная, это из разных полков и так далее. Итак, средний рост 1,65 м. Но, одну секундочку, в армию брали с ограничением, т.е. люди, которые ниже определенного роста их не брали, т.е. средний рост населения Франции был ниже… Чуть меньше еще. Ну, я думаю, что где-то примерно 1,62-1, но самое интересное, вот так же, как я делал по французской армии, такой же был исследованный по русской армии, как вы думаете, какой рост? Средний, конечно, средний. 1,63? 1,60. 1,60. Так вот. Т.е. это со времен Средневековья, и как немножко специалист по Средневековью, почти ничего не изменилось. Ну, вот здорово, вы подтверждаете то, что… Ну, я еще раз подчеркиваю, я насчет русской армии не знаю, какая там была выборка сделана, но, по-моему, тоже достаточно представительная, но вот мной сделана выборка 10 тысяч человек. Итак, Наполеон был выше среднего роста своей армии, а тем более выше среднего роста населения Франции, и тем более выше среднего роста населения, т.е. Наполеон был… Средним по Европе, т.е. Да, средним по Европе. Т.е. никакие комплексы у него не могло по этому поводу быть, потому что мы же себя познаем в сравнении, понимаете? Естественно. Если бы я жил среди людей, у которых 2 метра всем, понимаете, я бы себе казался каратышкой. Наоборот, если бы оказался среди карликов, я бы казался себе гигантным, правильно? Он жил среди людей, которые все его немножечко в среднем, немножечко ниже, но можно сказать, а почему же тогда сложилось это? Ну, естественно, это, так сказать, враги всегда что-то стараются придумать, но здесь еще не совсем один проект. Дело в том, что у него была какая-то склонность к таким сильным воинам, таким высокого роста, он любил, чтобы его окружали такие бойцы сего Мюрата, который был метр девяносто пять, а еще, учитывая головные уборы... Ну, как Валуев был, по сути дела, у нас сейчас, тогда был Мюрат. Да. А в жизни метр девяносто пять по тем временам, это вообще... Да-да-да. Так вот. А еще тогда же было модно эти меховые шапки, если можно показать. Кольбаки. Вот, понимаете, гвардейец меховой шапки, да еще какого-нибудь такого здорового роста, естественно, что по сравнению с ним император мог казаться очень и очень невысоким. Ну, давайте, я сейчас здесь найду, например, кого-нибудь красивого гвардейца, можем его сразу показать, чтобы понятно, о чем идет речь. Ну, когда речь идет о персонажа, которого хотят превратить в отрицательный персонаж, то мы все помним Ричарда Третьего, которого превратили в горбуна зачем-то, когда он не был горбуном. Ставят замечательные такие пешие гиря императорской гвардии. У них здоровые меховые шапки, они так высокие, плюс еще такая меховая шапка вот такой высоты. Конечно, если стоит в строю человек, который имеет рост, там, положим, отборный солдат, да, положим, солдат 1,8 м, у него сейчас шапка такая 20 см, такие здоровые дяди, и, конечно, человек роста такого 1,69 м, он, кажется, по сравнению невысокий. Ну, я бы сразу сказал по поводу роста, что если он был 1,69 м в момент смерти, значит, что пока он был жив, здоров, все у него было в порядке, наверное, он был чуть-чуть выше сантиметра, полтора. И это абсолютно, то, что я сейчас говорю, это никакие не слухи, ничего, это сражайшее, это замерено доктором от Тамарки, документы, все, если это абсолютно четко, метр, сейчас скажу, 68,4 мм, ну, это я не знаю, правда, как можно было с такой точностью замереть, поэтому округленно 1,69 м, осуществлено того, что вы сказали, я думаю, 1,70, можно спокойно считать 1,70, вот таким вот образом. Ну, ладно, итак, Наполеон у нас, так сказать, завершает Бриенскую школу, очень хорошо он учится, и его принимают в суперпрестижное заведение того времени – Парижская военная школа. Это было необычайное заведение по все время, ну, понятием это, ну, как… 22 октября 84-го года, почему удивительно? Ну, во-первых, смотрите, какой дворец, вот я надеюсь, его покажу, что сказать. Обязательно. Потрясающий дворец, красивый, построен архитеактором Габриэлем, одним из любимых архитеакторов Людовика XV, и задача была сделать шикарную школу для лучшего французского дворянства. Поэтому в этой школе, значит, во-первых, он сам, например, вспоминает, что у нас воспитанников кормили и обслуживались великолепием, во всем обходясь с нами, как если бы мы были офицерами, имеющими большой доход, т.е. были слуги, у всех была отдельная комната, слуги, кормили, я помню, там расписание обед, ужин, так вот я всё удивил, три десерта, обед – три десерта, ужин – три десерта. Ничего себе! Т.е. у курсантов, у курсантов, где там несколько блюд на выбор, там два супа, два горячих блюда, там несколько салатов и три десерта, ну, естественно, там немножко вина и т.д., это всё само собой. Какие-нибудь курсанты Можайского училища, наверное, сейчас зарыдали. Да, зарыдали уже курсанты предупреждения, дело в том, что самое интересное, что когда он стал после этого офицера, ему было жить сложнее, чем в военной школе, и поэтому он, когда стал императором, когда создает знаменитую военную школу Сен-Сир, которая сейчас по ней существует, и одно из самых престижных военных учёных заведений мира, он сделал так, что в Сен-Сире было так строго и сурово, чтобы люди радовались, когда в армию выйдут, понимаете, там вплоть до того, что он сделал, что они питаются, как солдаты, не из тарелок, а из котла, т.е. Сен-Сирцы должны быть из одного котла по очереди черпать, ну, как на биваке, понимаете, чтобы уже потом жизнь уже казалась великолепной, настолько было строго. Выжил в школе, значит, всё остальное уже… Именно так. Вот по этому принципу. Не страшно. Ну, а школа у него была шикарная. Ну, там, конечно, хорошо очень преподавали, там учили математику, грамматику, историю, географию. А прошу прощения, как он туда попал, в такое шикарное учреждение? А, да-да. Потому что, видите, вот Шевалье де Киральёй дал очень хорошее характеристие, он очень хорошо закончил, скажем так, и его направили, и, опять-таки, он тоже как стипендиат короля. А, т.е. он по личным дарованиям, грубо говоря. Да, нет, если он хорошо очень учился, то ничего не скажешь. Да, он очень такой замкнутый, очень нелюдимый, но ученик хороший, и вот видите, характеристика у него очень неплохая. Так вот, учили там географию, рисунку, немецкому языку, фортификации, оружейным приёмом и строевому обучению, фехтованию. Ну, там уже, действительно, более военный, там уже верховое изделие. Ну, и здесь он, опять, тоже замкнутый, держался особняком, не принимал участия в играх. Вот. Здесь у нас есть уже по поводу приемного столько легендов, как он там руководил битвой в Снежках и так далее. Ну, всё это, в общем… А здесь уже у нас есть всё-таки показания, к сожалению, очень скупые. У него был такой друг Александр Демази, который с ним провёл всё это время в военной школе. Вот. И он оставил об этом записки, к сожалению, очень короткие, но, судя по всему, точные, потому что, ну, у человека, конечно, большое впечатление произвело, что он потом учился тем, кто стал императором. Ну, ещё бы. Ну, и, конечно, человек с очень высоким чувством собственного, потрясающим. На дне, опять-таки, смеялись, ну, здесь-то военная школа и Парижская, тем более, здесь-то уже собрались вообще… Ну, понимаете, тут было… Если там в Бриене какое-то, в основном, провинциальное дворянство в Парижской военной школе, либо стипендиаты короля, т.е. очень хорошие ученики, в основном из хороших, конечно, семей, либо уже просто там из таких знатных, очень семей, все из себя там, понимаете, какие… Естественно, над ним смеялись, и вот один из этих самых курсантов, Ложье, когда Наполеон где-то ходил задумчиво, раз его толкнул, тот чуть ли не упал, все захотали, это Ложье тоже захотал, убежал, Наполеон догнал его, схватил, и он просто хотел, не очень сильно, сбешенил этого Ложье, прямо решет мордой, ударил, у того кровь потекла, разбитая физиономия, тут же прибежали, значит, начальство, что, кто, то такое, и Наполеон только сказал одну фразу – я был оскорблён, я отомстил, мне больше нечего сказать. Что-то мне это очень напоминает, это как у нас в Санкт-Петербурге, очень сложно было в Хадетском корпусе дядькам, которые следили за порядком, потому что, говорит, у меня на глаза, говорит, Демидович Побезлюрикович, а я что буду делать? Ну, здесь он не был так и узнан, но тем не менее. Ну, и даже с профессорами, так сказать, преподавателя, был, значит, такой шампун преподаватель строевого, так сказать, строевого, так сказать, строя… Инструктор по строевой подготовке. Идут все ружьиные приёмы, и он командует, там, вот и до плеча всё это сделали, и Наполеон что-то косо-криво ружьё взял, и тот подошёл и шампал по пальцам, пам его. Наполеон просто взревел и ружьём прямо в физиономию запустил преподавателя. Ничего себе, так за это нужно гауптвахту. Ну, конечно, естественно, гауптвахту, больше уже никто не прикасывался к нему, просто вот таким образом. То есть, человек вот с таким чувством собственного, так сказать, достоинства. Кстати… Я бы сказал, что это не совсем так, это, скорее, темперамент. Темперамент, да. Потому, что какое бы не было чувство собственного достоинства, вот так отреагировать… Он был сам зелён. Шампун был, конечно, сам зелён. Такого же его просто физиономию ружьём запустили. У него такого не было, поэтому решил его нафигу подальше оставить. Ну, и при этом, при всём, человек, который постоянно где-то там в своих мыслях, и тоже инструктор по строевой подготовке, другой же, господин Лануа, он командовал, портей арм на плечо. Ой, позыву. Сего зовут. Ружья опустились, и только одно ружьё торчит, так сказать. Задумался. Задумался. Вот такие вот опыты. Значит… Ну, а упражнение, которое пишет Демази, больше ему всего нравилось, это было фехтование. Вот. Но он был… Фехтование страстно говорит, что он вроде так нормально, но если вот как-то ткнёшь, вдруг он приходил в ярости, начинал, не слушая, так сказать, ничего, не соблюдая никакие правила рубить, колоть и так далее. В общем, для него это было одно из его любимых занятий в фехтование. Ну, как человек, который тоже любит додуматься и немножко понимает фехтование, я поддерживаю Наполеона, да. Думаешь о чём-то своём, рубишь товарища, очень-очень дам то, что надо. Ну, вот ещё интересно, что в это время у него уже рождаются понимания народ, нация, начинают задумываться о государственном устройстве, и когда он там высказывал всё очень так пренебрежительно, что-то о короле где-то сказал, и один из преподавателей ему сказал, сударь, как вы можете так говорить, вы же воспитанник по милости короля. И когда он услышал слово «по милости», он так покраснел, что так развал, что стал вздыхаться от гнева, и потом, когда пришёл от себя, он крикнул «Я воспитанник государства». Вот так, т.е. вот это слово «по милости», у него постоянно вот это ощущение, что вот то, что он беден, то, что от него смелся, у него просто, так сказать, вызывало вот такой взрыв гнева. Ну, в общем, учился он при этом очень упорно, и характеристика была дана Монжем, Монж – это выдающийся математикам, позже при империи Наполеона он станет один из самых звездов математики, вот какую характеристику дал Монж. Это, опять-таки, документы, кстати, по поводу документов. Почему я так, может, не рассказываю про всякие там какие-то шалости Наполеона в детстве, потому что всё это, понимаете, это полностью болтание, мы ничего об этом не знаем. Это билетристика. Это билетристика, можно вынуть всё, что угодно. А вот есть уже, начиная с военной школы, уже появляются первые документы, я имею в виду документы синхронные той эпохи, чётко вот это не выдуманный документ, он имеется. И вот характеристика данная Монжем. Наполеоне де Буанапарте, уже обратили, там было Наполеоне, теперь Наполеоне, уже так немножко французский, замкнут и трудолюбив, предпочитает учёбу всем развлечениям, любит читать книги хороших авторов, очень прилежен к абстрактным наукам, мало интересуется другими, прекрасно знает математику и географию. Молчалив, любит одиночество, высокомерный, иногда эгоистичный, немногословен, много самолюбия и честолюбия. Этот человек достойен того, чтобы ему помогли в его карьере. Но уже не моряка. Нет-нет, как раз того ты хотел сказать. А мечтал тот именно о карьере моряка. Да-да. Дело в том, что какой сейчас год у нас на дворе? 1785-е. Что же происходило только что? Ведь только что Франция… Война за независимость. Совершенно верно. В 1776 году в Санкт-Петербурге прогласили независимость, Франция в конечном итоге вступила в войну с Англией, и в 1781 году французский флот одерживает победу в Чайспикском заливе. Впервые после 7-летней войны, после неудачи 7-летней войны французский флот не только вступает в равную борьбу с англичанами, но и побеждает англичан. Огромный энтузиазм. Да, кстати, между прочим, значит, что при дворе появилась прическа «Ля Бель Пуль», т.е. женщины с прическами в виде фрегата, потому что французский фрегат «Ля Бель Пуль» ещё будет стать прекрасным. А, точно. Я думаю, откуда такое название знакомое? Это всё вот это. И вот в это время, в начале 80-х годов вообще Франция переживает тогда какой-то энтузиазм к наукам. Вообще думают, что науки теперь отныне откроют для человечества какие-то необычайно прекрасные перспективы. И, конечно, а вот науки и мореплавание, открытие далёких земель. И особенно там был такой… в школе был преподаватель Наполеон Дажеле, который много рассказывал о морских путешествиях. Он участвовал в путешествиях с Бугенвиллем и очень много об этом рассказывал. И вот о этих дальних землях, о кораблях. И Наполеон мечтал, жутко мечтал. И вот в 1785 год готовится знаменитая экспедиция Лаперуза. Наполеон очень просто так жаждал попасть, но не удалось ему попасть в экспедицию Лаперуза. Туда попал Дажеле, вот этот преподаватель, Монш, которого, по счастью, у него была морская болезнь, в конечном итоге его ссадили, потому что невозможно было так. И некто Дарбо, одного курсанта взяли на экспедицию Лаперуза. Наполеон так переживал. Но, как вы знаете, экспедиция Лаперуза пропала в Тихом океане, и потом на острове Ваникоро была песня среди тузенцев о том дне, когда съели много белых людей. Вся история Европы могла по другому повернуться. Кстати, об этой экспедиции мы, как ни странно, очень много знаем, потому что экспедиция вышла из Франции в сентябре, 1 августа 1885 года, и потом очень много ходил он по Тихому океану, в частности, и в 1787 году он остановился, где мы подумали, на Петропавловске, на Камчатке. Вот, Петропавловске, да? И оттуда он послал письмо королю, не просто письмо, а коллекции, которые уже набрала к этому времени экспедиция. Так вот, и одного молодого человека, Лисепс, ему сказали, вот тебе вот эта коллекция, вези, и доберись до Версаля. Понимаете, с Камчатки до Версаля. Это целое приключение. Этот человек в будущем потом знал знаменитого дипломата, он, кстати, дед того, кто построил Суэцкий канал, Лисепс, а при Наполеоне будет консулом Лисепсом. Короче говоря, он очень знаменитый человек, встанет потом. Тогда молодой парень, который сумел невообразимыми усилиями с Камчатки через Петербург добраться до Парижа и привезти вот коллекции и так далее, а уже после Камчатки Липерус пошел снова в Тихий океан, и там уже добрался он и до рифа Ваникора. А, кстати, интересно. Дело в том, что ведь Липерус – это немножко о той эпохе, потому что мы должны понять, какую эпоху. Значит, Липерус получил инструкцию от короля. В этих инструкциях говорилось так, что Его Величество будет считать, что экспедиция успешна только в том случае, точнее, не только в том случае, а лучше всего, если она не будет стоить жизни ни одному человеку. И приказ господину Липерусу не применять силу современного оружия никоим образом против аборигенов и применять только в случае последней крайности. Ну, вероятно, последней крайности уже не успели. Ну, в общем-то, экспедиция погибла, с ней целая большая история, мы не будем уточнить. Короче говоря, Наполеон чуть-чуть не оказался в этой экспедиции. А выпущен он был 28 сентября 1785 года в Чине, так называется, второй лейтенант. Ну, по-русски это можно было… Младший лейтенант. Не совсем. Дело в том, что младший лейтенант – это изобретение Советского Рима. Дело в том, что в русской аэре был поручик – подпоручик. В французской аэре лейтенант – су лейтенант. Но в артиллерии было так – лейтенант – первый лейтенант, и лейтенант – второй лейтенант. То есть, ну, говоря су лейтенантом. Можно назвать, конечно, младшим лейтенантом. Он написал о себе позже – «Я стал офицером в возрасте 16 лет и 15 дней». Ну, как же, он выпущен 28 сентября, родился 15 августа. Приказ подписали? Приказ подписали задним числом 1 сентября. Ага. Приказ подписан 1 сентября 1785 года. Ну, и вот впервые он уже самостоятельный, он офицер. Да, кстати, когда он учился в школе в 1885 году, умер его отец, я ещё раз подчёркиваю, он умер, не дожив до возраста 40 лет. И, ну, какая-то уже легенда, что отец сказал перед смертью, что Жозеф самый взрослый, но Наполеон старший. То есть, он уже энергию чувствовал, силу. Вот фактически Наполеон после смерти отца в 16 с небольшим лет он фактически принял на себя ответственность за семью, и нужно сказать, вот его письма матери после этого, ну, это такое, какая-то сила, благородство, он так пишет матери, что он пишет, что это, конечно, для нас страшное горе всех, но я буду делать всё для того, чтобы матушка сделать там всё для нашей семьи. Ну, вот такая какая-то сила, такая взрослая, человек, который 16 лет, но уже так серьёзный, такой взрослый, это просто удивительно, конечно, уже такая ответственность, в общем, уже стал, можно сказать, кормильцем, и из своего жалования, жалкого офицерского, он начислял деньги, чтобы помочь семье. Ну, с другой стороны, всё-таки это же начало 19-го века, тогда люди, да, прошу прощения, конец 18-го века, тогда люди, в общем, взрослели несколько раньше, чем теперь, потому что 16 лет, в общем, это, наверное, сейчас, ну, уже как бы мы вот сейчас… был бы кто-нибудь выпускник в вуза, там, года 22-23, понятно, что очень молодой человек, но всё-таки уже не мальчик. Ну, да-да-да. Ну, вот я не скажу, что все так быстро взросли, всё-таки 16 лет ещё был очень небольшим возрастом, а он действительно очень рано повзрослел. Ну, он прибыл в гарнизон, который назначили гарнизон «Валанс». А он стал артиллеристом. Да, артиллеристом, но самое интересное, что в артиллерии было очень такое правило – ты курсант из военной школы, всё, но всё, приехал, и полета не давали. А солдат – ты как бы снова начинаешь солдатом, т.е. не признавали – это школа, это военное, всё. И вот он служил как бы два месяца, несколько дней, солдат, капрал, сержант, старший сержант – все прошёл, и после этого уже полковник вручает ему и полета, ну, вот теперь офицер. Вот. И у него есть потрясающая фраза «Я надел мундир офицера лаферского артиллерийского полка, самый красивый мундир в мире». Ну, ничего себе, как мило. Ну, понимаете, для него это вот такой самый красивый мундир в мире, ну, т.е. вот наконец он стал офицером, вот то, о чем он мечтал, так сказать, всё своё детство. Ну, и дальше, что можно сказать, это энергия в работе, работа, прежде всего служба, которую он выполнял очень, так сказать, исправно, вот. Но это, конечно, книги, это чтение, но всё-таки, вот ещё по поводу гордости, вспомнил, здесь прекрасный эпизод в Валансе. Дело в том, что, вы знаете, как там говорят, там горд, как Гасконин, да, Бенин, но я бы оскорбился, если мне кто-то сказал, что я не могу купить весь Париж, так, да, вот, и вот, значит, где-то его там товарищи всё-таки затащили сыграть в карты, вот, известно, с кем он играл, сейчас там была такая мадам Турон, и он проиграл сумму 12 ливров, ну, жалование его было около 90 ливров, так что достаточно серьёзные деньги, вот, и дама эта, понимая, что это мальчик, он там ещё семью содержит, она так как-то намекнула на то, что… В общем, забудь. Да ладно, там, типа, забудем. И, например, он сказал, мадам, я не имею чести состоять на вашей службе. То есть, как она ему деньги… Она выиграла, выиграла, всё, понимаете, вот такая вот… Вот Зина – это фраза как-то про Гасконца, который, так сказать, оскорбился, чтобы если бы ему кто-то сказал, что он не может купить весь Париж. Ну, ладно, а всё-таки самое главное – это, пожалуй, это то, что с этого момента начинается его настоящее образование. Теперь у него были какие-то деньги, чтобы покупать книги, всё, что он не отсылал матери, он тратил, питался он сам молоко и хлеб, в общем, по-спартански, а всё остальное на книге. И что он читал? А в гарнизоне-то их не кормили? Нет-нет-нет, всё, жалование вам платят, всё, жалование хорошее. Вот, знаете… Ну, как хорошее? Относительно. Вообще вот по поводу жалования могу сказать так, вот я сделал исследование по поводу сравнения покупательной способности тогдашнего франка, рубля и так далее. Вот по эпохе Александра I, ну, я не могу сказать точно насчёт конца XVIII века, но скажем, в начале XIX, там, через 20 лет, вот жалование французской офицеры будет примерно, ну, если не в 10, то в несколько раз больше жалование русской офицеры, оно было совсем очень тяжело было русским офицерам. Ну, и французский тоже было не блестяще, у него было жалование, я говорю, около 90 ливров, что тогда ливр? По покупательной способности, ну, это, конечно, очень приблизительно, ну, грубо говоря, 10-15 евро, да? То есть, жалование где-то у него там тысяча с небольшим евро, вот такое жалование. Ну, не разгуляешься. Ну, в общем, не разгуляешься, тем более, что мундиры, палеты, всё это нужно, так сказать, вот, и к тому же он отсылал деньги. Ну, всё-таки вот экономия на всём, он покупал книги, вот что он считал, вот это для нас очень важно. Итак, главные его, это античные авторы – Плутарх, Платон, Цицерон, Карнелин, Непот, Тит, Ливий. Потом философы, историки, мыслители XVI-XVIII веков – Монтень, Монтеские, Рейналь, Вольтер, Руссо, Ролен, Мабли, Маккиавелли. Затем французские литературы XVII-XVIII веков – Рассилло, Фонтен, Бассюэ, Фенелон, Бернард Нен-Сен-Пьер, и это всё огромное-огромное количество, он очень-очень много, ну, разумеется, и, так сказать, как офицер он очень много читал по математике, артиллерийскому делу, географии, и, в частности, он тогда уже написал такие пространные заметки, извлечённые из мемуара Маркиза де Вольера. Де Вольер – это реформатор артиллерии в середине XVIII века, и вот по поводу системы Вольера. Потом он написал рукопись, принципы артиллерии. А Вольер – это я так правильно понимаю, что сначала были реформы Вольера, и только потом были реформы Грибовали. Совершенно верно, да. Де Вольер – это был первый в XVIII веке человек, который решил свести артиллерию в систему, и в конечном итоге он создал артиллерийскую систему, но как раз эта артиллерийская система позже была заменена в 70-е годы, в 80-е годы происходит замена системы де Вольера на систему Грибовали, вот та система Грибовали, которая уже была, когда будут войны, революции и империи. Это была очень по тем временам передовая система, потому что… Что значит система? Это значит, что колесо, которое сделано в Страсбурге, может подойти к лафету, который сделан в Тулоне. Унификация. Т.е. строго, строго. Т.е. имеется несколько лафетов, несколько колёс, несколько стволов, и одного типа лафеты, колёса, стволы, они все могут быть… Они все там до миллиметра, до миллиметра стражаешься. Кстати, по поводу производства оружия во Франции в конце XVIII и начале XIX века там была такая система. Строжайший приём, буквально там до микромикронов, нас всё это проверяли, так? И если оружие, которое мастер сдаёт, тут он замок, если оно не соответствует чему-то, каким-то характеристикам, то мастер не только не платит за его работу, но и вычитает его за напрасно переведённый металл… Т.е. штрафы. Т.е. поэтому оружие было очень высококачественное в французской конце XVIII века, и Франция была одна из лучших стран по производству оружия. И вот как раз артиллерия была, пожалуй, одна из самых передовых. Нужно сказать, что русская система 1805 года, Рокчейл, она во многом основалась на опыте французской системы грибовали, которая была, конечно, для своего времени это была самая лучшая артиллерийская система. Ну, и Наполеон, когда все эти изменения в артиллерии происходили, он очень внимательно за этим следил и работал. Но всё-таки, пожалуй, самое главное, что он читал из этих всех книг – это история. История – его самое основное чтение. Это история Древнего Рима, Древней Греции, это история современных государств. Вообще, по образованию, получается, я бы сказал он так – офицер-историк. Вот так вот, будьте осторожны с историками, не злите. Да-да-да. Ну, и, конечно же, разумеется, философия, и, разумеется, уже он начал, так сказать, задуматься о государственном устройстве, стал писать какие-то свои заметки. Ну, в частности, что он пишет по поводу античного мира, он пишет по поводу, что, значит, любовь к свободе и так далее. Тогда деспотизм поднимает свою отвратительную голову, и нижний человек теряет свою свободу и свою энергию, и так далее. У меня есть вот там обличитель деспотизма и так далее. Вот. Ну, вообще, нужно сказать, Черчилль, знаете, сказал великолепную фразу. Тот человек, который в 20 лет не революционер, у него нет сердца. Тот человек, который в 40 лет не консерватор, у него нет мозгов. Вы знаете, с этой точки зрения Наполеон был абсолютно нормальным человеком. В 20 лет он был настоящим революционерным. В общем, это искренне. Это он пишет для себя. Он же не знал, что он потом будет императором, кто-то будет разбирать его какие-то детские писания. Понимаете? Это же записки сохранились. Вот он пишет, например. Говорит о социальных изменениях. Допускаете ли вы, что без этих изменений столько людей терпело бы страдания, испытываем от гнёта кучки крупных сеньоров, и люди, которым не хватает хлеба, мирились бы с великолепными дворцами? Дальше он пишет о карсиканском народе. Если бы для освобождения своих соотечественников мне надо было бы сразить лишь одного человека, разве я немедленно бы не направился, чтобы возить в грудь тирана меч от мщения за родину и попранные законы? Т.е. вот если ему надо было бы погибнуть, он бы погиб, но освободил бы Корсику, он бы точно же готов бы отправиться и т.д. Ну, т.е. вот такой тираноборист, а котон, понимаете? Вот таким вот образом. Это всё искренне. Это всё искренне, потому что написано всё для себя. Но ещё. Вот это уже, наверное, я думаю, в основном мало кто, может быть, ожидает него. Он ещё к тому же человек всё-таки конца 18 века, молодой человек. А это юный вертор, мечтания, понимаете? Это вот такой романтизм, синитиментализм. И вот он пишет 3 мая 87-го года. «Всегда одинокий среди людей я возвращаюсь к своим мечтам лишь на единстве с самим собой. Что делать в этом мире? Если я должен умереть, то не лучше ли сам убить себя? Если бы я уже перешагнул за 60 лет, я бы уважал предрассудки людей и терпеливо предоставил бы природе своё течение. Но так как я только начинаю постигать несчастье и ничто не приносит мне радости, зачем переносить мне долгие дни, не сулящие ничего доброго? О, как люди далеки от природы. Как они трусливые, подлые, раболепные. Что я вижу на своей родине, моих соотечественников, скованных с цепями и с дрожью целующих рук, у которых угнетает. Жизнь для меня бремя, потому что ничего не доставляет удовольствия. И всё мне в тягость. Она для меня бремя, потому что люди, с которыми я живу и с которыми, вероятно, должен жить всегда нравственно столь же далеки от меня, как свет Луны от света Солнца. Вот так вот. Фейсбука у человека не было. Писал для себя гораздо лучше, чем большинство из вас теперь в социальных сетях. Да, писал очень хорошо. И, конечно, самое главное всё-таки, вот эта мысль тираноборческая. В 1788 году он написал, в Европе осталось мало королей, которые не заслужили бы того, чтобы быть низложенными. То есть, это вот накануне буквально французская революция. И там же написал, народы якобы не имеют права восставать против монархов, но это право предоставляется ему бесспорным. Постоянно у него фразы, там, народный суверенитет, общественный договор, социальный пакт. Ну, естественно, Жан-Жак Руссо. Я только хотел сказать, да. Видно круг чтения сразу. Да, Руссо у него, так сказать, один из его буквально человек, которому поклоняется. И поэтому, естественно, само собой, как только 14 или 1789 года загрохотали выстрелы, которые собой знаменовали падение Бастилии, начало, только самое начало Великой Французской революции, которая потом дальше войдет в глубь и в ширь. Естественно, он с восторгом принял ее идеалы. Но идеалы только. А сейчас поговорим все-таки о самой революции. Сколько ему уже было к тому времени? Ему в 1989 году, ему 20 лет. 20 лет. А Чиданю какое в это время? Суллисина. Все еще. Второй лейтенант. И в этот момент, естественно, он увлечен всеми событиями, он пишет трактат Леонской академии. «Какие чувства наиболее важны для людей, чтобы достигнуть счастья?» Он пишет. «Секрет счастья заключается, прежде всего, в отваге, в силе духа, только вместе с которой может существовать добродетель. Энергия и душевная жизнь должны давать силу разуму. Человек, сильный духом, не может быть плох». Итак, вот его концепт. Но, вот самое интересное, в революции он увидел, как вы думаете, вовсе не процесс гигантских социальных преобразований во Франции, а возможность свободы Корсики. И точно же он бросается на Корсику, потому что Корсика, родная Корсика, теперь она может быть свободна. А тогда, знаете, отпуск предоставлено очень просто. Знаете, он в сентябре 89-го ушёл в отпуск, и знаете, до какого был? До февраля 91-го. Мне плохо. В сентябре 89-го, до февраля 91-го. Потом в следующий раз он идёт в отпуск в сентябре 91-го, т.е. 14 комиссий, и будет до мая 92-го. Вот так и отпускаю. И потом последний отпуск – октябрь 92-го, июнь 93-го. Они неоплачиваемые были отпуска, я так понимаю? Оплачиваемые? Оплачиваемые? А как же так их отпускали-то? Ну, молодой офицер, у него семейные дела. Ничего себе, такие вольности. Ну, в общем, вольности были, да. Вольности по современной понятию совершенно немыслимые. Более того, ещё чины шли. Потом, в конечном итоге, уже после ввода всех этих отпусков, в 92-м году он уже станет капитаном. Понимаете, так сказать? Ну, возвращается в границент послужив, потом лейтенант, потом капитан. В общем, несмотря на все эти отпуска, он же в 92-м году будет капитаном, получит звание капитана. Быстро. Быстро. Быстро, довольно быстро. Ну, когда он служил, он служил хорошо, ничего не скажешь. Итак, ладно. Итак, воячу в октябре 89-го года стараниями братьев Бонапарта, его и Жозефа, вояча в церкви Сан-Франческо состоялось в собрании сторонников нового порядка. И героем дня был Наполеон Бонапарта, здесь он первый произносит речь, посвященную тому, чтобы нужно направить в национальное собрание адрес от жителей Корсики с тем, чтобы восстановить корсиканцев в правах, которые природа дала их стране. И вот этот адрес, как ни странно, доходит до национального собрания и рассматривается 30 ноября 1989 года в учредительном собрании, оно посвятило целый день вопросу о Корсике. Выступают такие люди, как Миробоз, именитый Барер, депутат от Корсики Солищети, и в конечном итоге национальное собрание принимает решение о том, что уравнять жителей Корсики, у них не было равных права сообщества французы, уравнять их права, а во-вторых, разрешить вернуться на Корсику Паскале Паули, это один из лидеров этого национально-освободительного корсиканского движения, который был для Наполеона кумиром, который Наполеон писал, обращался к нему с восторженными словами, к этому Паскале Паули, он для него был, как его, так сказать, кумир его юности. Ну, и на стене дома Бонапарта, касса Бонапарта, был огромный, так сказать, транспарант, на котором было написано «Да здравствует нация, да здравствует Миробо, да здравствует Паули». Ну, что такое нация, что такое Миробо, там никто не понял, а Паули все прекрасно понимали, этого товарищи все знали. И вот в конечном итоге в 1990 году, в июле 1990 года Паули возвращается из эмиграции, возвращается на Корсику, его привезут несметные толпы народа, и Бонапарт, восторженный Бонапарт тоже сумел… Он в Ваяччу возвращается или в Бастию? Он возвращается в Бастию, а потом он направляется в Ваяччу. Так вот, встреча оказалась для него очень холодной, что, почему Паули к нему так очень холодно отнесся, ему что-то Бонапарт не попатывали, как сказал, и так далее. Но самое-то главное, что Паули, он был действительно сепаратистом полным, для него, так сказать, Наполеон уже к этому времени… Французился. А, да, он уже, понимаете, он, конечно, хочет больше свободы Корсики, но всё-таки как-то, грубо говоря, автономии в составе Франции, а Паули он категорический, и поэтому, естественно, постепенно возникает полное рассогласование между Наполеоном и Паули. Потом Наполеон снова возвращается во Францию, снова, так сказать, возвращается, и вот он уже в конфликте, в 1992 году он уже в конфликте, но вот здесь вот, прежде чем он последний развернулся на Корсику, вот уже здесь очень интересный момент революции. Он возвращается в Париж тогда, как раз когда самые вот эти напряжённые события, потому что в 1989 год это же так, это только ещё, можно сказать, революция так лёгкая. Репетиция. Репетиция, настоящее это событие. Король-то всё остаётся, он конституционный монах, но он же правит, так сказать, формально. А вот в 1992 году, вот уже когда взрыв начинается революционный, когда 10 августа толпа пошла на штурм чуэллирии, и, например, это всё видит. И вы знаете, ну, во-первых, он увидел ещё до этого, за несколько дней до этого, как толпа бросила к дворцу, и король вышел, так сказать, в красной шапке, раскланясь народом, и Наполеон спросил, сказал, боже, какой трус, 500 человек смести картечку, остальные бы все разбежали. А ещё через некоторое время вот этот штурм 10 августа. Дело в том, что 10 августа 1992 года революционный народ не то чтобы взял дворец сверх королевской власти, короля во дворце не было, король из дворца, зная, что будет этот штурм, он ушёл, ушёл под защиту национального собрания, он сам, грубо говоря, попросил политическое убеждение национального собрания, но штурм-то уже собрали штурмовать, поэтому надо бы штурмовать. А во дворце, вот это самое удивительное, там были солдаты швейцарской гвардии, верные долгу, абсолютно верные долгу. Они в пустом дворце, короля никого здесь нет, но им приказ защищать дворец, и они приняли бой. И начался кровавый совершенно бой, жуткий, потому что дворец штурмовать бешеный, ещё раз хочу, речь идет о пустом дворце, просто сиву. Удивительный 10 августа 1992 года, бой за символ, король уже всё, король вот он уже, он как бы отдал себя в руки, революционный, но всё равно надо свить символы, понимаете, вот эти швейцарские, одни защищают символы, другие штурмуют символы, и в конечном итоге взяли, взяли в результате кровавого сражения. И Наполеон видел это всё, он видел убитых швейцарцев, он видел то, что делает, так сказать, распоясывающийся революционный народ, и он позже напишет. Никогда ни одно из полей сражения, где я побывал, не показалось мне столь ужасным, как этот двор, заваленный трупами швейцарцев. Может, потому что ограниченный размер пространства сильнее, подчёркиваю, массу тела, а может, потому что я видел это в первый раз. И вот эти швейцарские убили, народ ворвался во дворец, швейцарцев выкидывали из окон, убивали офицерам, отрезали голову, насаживали их на пике. И это всё на него провело ужас совершенно, понимаете. Вот есть такой фильм очень неплохой, «Абеля Ганса». Это очень старый, не мой фильм, но там есть несколько очень красивых находок. Естественно, конечно, это не по-настоящему, но я имею в виду, как, знаете, в Италии говорят, «Исино веро мэ бэн тро ват». Ну, если неправда, то хорошо найдено, да? Наполеон сидит за столом и пишет письмо Жозефу. Он пишет о том, что революция принесла новые справедливые законы и всё, и в это время вдруг толпа разъярённая пробегает мимо его окна, и вдруг начинает вешать человека прямо под его окном, и у него текут слёзы, он видит, и он пишет, но её преступление никогда. Так вот, понимаете, вот то, что он видел в революции, вот то, что он видел своими глазами, у него стойкое отвращение к чёрному народному бунту, по отношению у него просто вот аллергия полнейшая на революцию, как бы если резюмировать его мысли, знаете, как говорили о декабре, для народа, но без народа. Вот с этого момента, вот с того, что он видел в августе 1992 года, вот это ужас, революция, когда людей хватает на улице, когда их там, так сказать, тащат на фонарь, непонятно почему, убивают людей совершенно невинных, это, конечно, после этого момента нет, вот такого безобразия никогда, если бы он когда-нибудь будет, такого безобразия не допустится. Так что революция здесь, конечно, очень важная для него этап его становления. И он возвращается в 1992 году на Курсик, но ещё раз почему, несмотря на все эти ужасы революции, он уже к этому времени совсем уже становится французом, я имею в виду французом по своему. Он уже не хочет Курсике, отделённой от Франции, ему хочется, чтобы Курсик был вместе с Францией. Да, ну вот эти все кровавые события произошли, но изменения-то правильные, в общем-то, он считает, что то, что произошло, то, что революция сделала, это правильно, и он не хочет, чтобы Курсик куда-то ушла, а там Павлюша вовсю заправляет, и в конечном итоге происходит очень резкий, жёсткий конфликт, и всё доходит до того, что толпа 3 мая 1993 года бросается на него с криком «Аморте Традитория Патрия» убить изменника Отечества. Ему с огромным трудом удалось спасти, дом его разгромлен, дом этих Бонапартов, и в конечном итоге он и вся семья вынуждена бежать во Францию. С этого момента он прощается с Курсикой в июне 1993 года. А как же он вырвался-то? Ну, выдалось вырваться из толпы, вскочил на коня, в общем, короче говоря, уже непосредственно не схватили, но, так сказать, собирались его, но он успел, вот успел, в общем, короче говоря, шансов у него было не очень много, он как-то всё это буквально чудом, за ним ещё скакали, преследовали, в общем, короче говоря, он ушёл, и семью сумел, так сказать, вывезти. Короче говоря, все они прибыли на южный берег Франции, и с этого момента всё, путь уже остался только одним во Франции. 13-го июня прибывает во Францию и попадает во всю вот эту атмосферу революции, ведь во Франции, на юге Франции что происходит? 1993 год – это удивительная эпоха. Дело в том, что за конвент, за, так сказать, за революцию осталось меньше четверти страны, а вся остальная – федералистский мятеж, т.е. мятеж не рейлистский, а против центральной власти, федералистский, т.е. не за короля, но против центральной власти. Там, фактически, если не ошибаюсь, более 60 провинций восстало из 80 имеющихся. Да, совершенно верно, абсолютно верно, да. И плюс ещё, когда внешняя, так сказать, интервенция со всех сторон Франции уже, так сказать, окружают враги и прусаки, и австрийцы, и англичане, и испанцы, и пьемонцы, и плюс вот эти ещё мятежи, и вот в Тулоне, на юге Франции, это же мощнейший порт, крупнейшая военно-морская база до сих порт, и там возник мятеж рейлистский, который поддержали, так сказать, соответственно, федералисты, и пригласили, ну, естественно, тут же пригласились англичане туда, немедленно в этот порт вошли, заняли там потом испанские войска, пьемонские войска, вообще там порядка 20 тысяч войск, так сказать, неприятельских, и вот события происходят вокруг Тулона. Наполеон, вот только что он прибыл, он только что, он ещё не знает даже, что делать, но он уже, вот зная об этих событиях, он пишет маленькую брошюрку, которую издали, называется «Ужин в Бакере», там как бы офицер, ну, несколько человек ужина, но они обсуждают политические события. В этой брошюрке «Ужин в Бакере» он прямо выступает, как ярый якобизм, ярый сторонник революции, в общем, совершенно антиролийски настроен, и вот эту брошюрку её заметили, как ни странно, он встречается с Соличетти, тем членом конвента, который стал комиссаром, и который его земляк. Это депутат от Корсики, который был. Да, депутат от Корсики, да, вот. А Соличетти, вот что, Тулона и осаждают, а тут произошло несчастье несколько дней назад, командир артиллерии, которая должна была, так сказать, действовать под Тулоном, Дамартен, довольно известный человек, потом он станет генералом у Наполеона, ну, не в империи, он погибнет в 99-м году в Египте, ну, очень хороший офицер, умница, и старых, так сказать, офицеров таких, его ранили, а нужно же кому-то команде артиллерии. И тут Соличетти говорит, слушай... Есть же у меня знакомый Наполеон, тоже же вроде пушкарь. Да. И Наполеон, о, хорошо, и вот капитан, ну, конечно, это случай. Конечно, ведь любому самому знаменитому человеку всё-таки нужен какой-то случай, понимаете, вот этот случай, вот Соличетти, а давай, а давай, всё, и его назначают командовать артиллерией, он точно же себя показал блистательно. Но кто командовал осадой Тулоном в этот момент? Был такой генерал Карто, он был из простых солдат, который вообще взлетел в революцию мгновенно, вот. И ему Соличетти сказал, вот командир артиллерии, говорит, да что мне командировать артиллерию, мы и так этот город возьмём, завтра мы его расстреляем из пушек и сожжём, так сказать, и все англичане, рейлисты, и все будут уничтожены. Ну, например, не стал там спорить, не надо же с самого начала, да? Ну, на следующий день его, а ты посмотришь, ну, обращались в революционную армию, нужно было бы сейчас на ты, а ты увидишь завтра. Хоть, так сказать, у нас там как бы командир артиллерий, но просто увидишься, полюбуешься. Ну, и на следующее утро, действительно, монопарта пригласили на батарею, батарея находится на расстоянии от Тулона, по его расчётам явно никак вообще не могла добить. Он говорит, сейчас пушки будут заряжены каляными ядрами, у нас ядра вон там калят, и мы сожжём этот вражеский город. А потом сказал, да, кстати, как же калёные ядра заряжают, пушки заряжают? И в своём адъютант спрашивает, как калёные ядра заряжают? Наполеон сейчас подумал, что они шутят. Для него это было очевидно, как всё это делается. Он говорит, простите, пожалуйста, а может, прежде чем стрелять каляными ядрами, вы бы опробовали обычными? Что? И Наполеон сказал такую фразу, которая почему-то на них произвела какое-то дикое печенье. «Испытательный выстрел дать». Это такое техническое выражение. Генерал сказал, да, давайте вот это, как ты сказал-то, давайте вот это. Зарили пушку, бах. Это было понятно, город был настолько далеко, что до одной третьей дистанции не долетело. Ну, естественно, генерал заорал, что это всё изменники, это всё аристократы, это враги республики. Саботаж. Саботаж, плохой порох, плохие пушки и так далее. Но, тем не менее, хоть он кричал, кричал, ругался, орал, кого-то наказали, но тем не менее, всё-таки, он понял, что этот парень что-то соображает. И дал ему возможность командовать. И через некоторое время, уже в октябре, он уже был шеф-де-батайон, это по-нашему майор, уже майор, буквально через несколько дней, и он действительно очень хорошо руководит ОСАД, и тут он выступил с идеей, которую Карто не принял, но следующего, на его место назначить хорошего генерала Дюгамье, тот сразу эту идею принял. Идея была такая. Город очень сильно укреплён. Это одна из мощнейших крепостей Франции. И брать относительно небольшую армию с малым количеством артиллерии, город – это сложнейшая осада, тяжелейшая, для этого нет ни материальных возможностей, ни времени, в общем, нет для этого спорта. Но дело в том, что город стоит на берегу моря, а дальше бухта, а вот эта бухта, она запирается там несколькими фортами, форт Балягея или Гиет, и если эти форты взять, то тогда бухта будет заперта, и корабли не смогут заходить, а ведь форт, город получает всё через море, так сказать, за счёт снабжения, боеприпасы, продовольствия и так далее. И вот это предложение. Но перед этими двумя фортами, англичане это понимали, они построили ещё один форт… Чтобы суши их прикрывать. Да. Ну, они стоят на берегу, вот там, я думаю, надеюсь, карту сейчас показывает, два форта Балагея или Гиет, а перед ними построили ещё форт Мюллиграф, или по-английски Мюллиграф. Так вот, например, нужно взять этот. И действительно, ему удалось так организовать работу, так сказать, артиллерии, так ставить удачно батареи, он был постоянно на батареях. В общем, короче говоря, он уже стал для солдат, они его рассматривали почти как главнокомандующий, потому что он день и ночь работал, не покладая рук, ничего абсолютно не боясь. И в конечном итоге, благодаря, так сказать, его деятельности, был взят форт Мюллиграф, англичане оставили Балагея или Гиет. После этого весь рейд оказался под огнём этих пушек, естественно, пришлось вводить корабли, и в конечном итоге город англичане бросили. Ну, как всегда, они оставили французам подарок, они сожгли, значит, 12 кораблей они сожгли, 8 кораблей они увели, ну, сейчас 21 корабль они даже не успели, и женщину бросили. Половину, грубо говоря, четверть сожгли, четверть уехала, а половину всё-таки как-то осталось. Так это я правильно понимаю, что это именно молодой майор Наполеон придумал, что нужно не вообще горы штурмовать, а взять именно три форта ключевых? Именно он. Так это же, получается, уже тогда у него ключевые вообще манеры его построения стратегии, тогда уже он как-то понимал, что нужно решать не вообще задачу, а расчрединить задачу на подзадачи, выявить самое главное, решить сначала его, который за собой потащит все остальные как снежный ком, как домино события, которые уже сами собой пойдут. Совершенно верно. И он при штурме проявил себя, причём он сам участвовал в штурме, штурме вот этого форта Меллиграф, именно там он был ранен, он получил рану ударом эспантона. Английский интерфейсер его, так сказать, в бедро ранил эспантоном. Эспантон – это копьё такое, типа протозана. Типа протозана, эспантон, копьё, так сказать, широким наконечником, но не очень серьёзный ран, тем не менее... А что же, собственно, начальник артиллерии делал на приступе-то? А он же фактически уже настолько сжился, грубо говоря, со своими батареями, со своими людьми, что он участвовал прямо непосредственно в штурме. Кстати, комиссар Соличетти тоже участвовал в штурме. Какие лихие. Брат Робеспьера тоже участвовал в штурме. Они все были там, представляете, комиссар, представитель народа, командир артиллерии, все шли на штурм, и Бонапарт одним из первых, так сказать, участвовал в этом штурме. Бой шёл всю ночь, так сказать, и в конечном итоге окончился блистательный повед. Так, с этого времени он уже был полковником, мы уже сделали полковником. И после этого, очень интересно, 18 декабря 1493 город был взят. Был взят, конечно, было ужасно, потому что англичане всё это сожгли, там был разгром страшный. Потом, соответственно, революционная армия, войдя в город, устроила разбор, кто там был за федералистов. По разным данным, от 800 до 2000 человек были расстреляны. Но Наполеона тоже всего не видел, он лечился от раны в этот момент. Но что интересно, значит, Оггистен Рабисфера написал своему брату Максимилиану, чтобы продвинуть этого молодого человека, а вот что написал Дютель – это выдающийся артиллерийский генерал королевской армии, вообще умница, человек, который… ему было 70 с лишним лет в этот момент, он ветеран ещё войны за австрийское наследство, он прекрасный артиллерийский офицер. Вот что он написал. Это, опять-таки, тоже синхронный документ. «Министр, у меня не хватает выражения, чтобы описать тебе достоинство Бонапарта. Огромное количество знаний, столько же ума и отваги даже более, чем надо. Вот только слабый набросок достоинства этого редкого командира. Тебе, гражданин министр, необходимо приобщить его к славе республики». А министр – это? Министр, военный министр. Ага. Ну, и 22 декабря представитель народа производит его бригадный генерал, прямо там 22 декабря 1693 года, ему в этот момент 23,5 года, ему ещё 24 года не исполнится. Ну, подтверждено, это звание было в феврале 1994 года, но всё равно ему ещё 24,5, уже 69 года рождения. 25 нету ещё, да? Да, нету. 24,5 года. Вот. Звание утверждено конвентом в феврале 1994 года. Вот. И 7 февраля он назначен на пост командующего артиллерии итальянской армии, т.е. армии, которая сражалась на границе между Италией и Францией. Он недолго был на этом посту, но тем не менее за то небольшое время, пока он был на пост командующего артиллерии итальянской армии, он изучил очень хорошо этот театр военных действий, потом это через два года будет иметь огромное значение. Он объездил всё южное побережье Франции. Смотрите. Города Марсель, Тулон, Сент-Рапе, Тулон, Ницца, Тулон, Ницца, Ментон, Аннелли, Антип, Понта-Динава. Вот эти все городишки на юге Франции, там он везде устанавливал батареи, потому что англичане были с моря угрожали. Чтобы таких эпизодов, как с Тулоном, не было, нужно было позаботиться, чтобы в ключевых точках стояли батареи. Он занимался устройством этих батарей, и, разумеется, он также был на тех местах, где шли боевые столкновения с пьемонцами на альпийской этой границе. И он очень хорошо исследовал будущее театра военных действий. Ну, об этом мы, конечно, поговорим уже, когда речь пойдет об этом. Ну, вот. И там же произошло потрясающе, конечно, по своей… неужели такое совпадение? Марселе. Он познакомился с семьей Клорид. Жозеф, его старший брат, познакомился с этой семьей, ему очень понравилась девушка Дезире, молодая, красивая. Но, когда он познакомил Наполеона, Наполеон решил, что девушка должна быть для него эта девушка, потому что он очень влюбился. Девушке было 16 лет, соответственно, ему 24 с половиной, Жозефа, так сказать, больше. И Наполеон сказал, а тебе лучше подойдет Жюли. Она ее старшая сестра. Как все решил-то? Да. Она мудрая, она сказала, что у тебя недостаточно силы характера, а у Жюли как раз есть сила характера. Так что тебе нужна Жюли. Ну, и брат сказал, ну да, в общем, нормально. Какой ведомый человек. Тоже хорошая девушка. И в конечном итоге были объявлены, так сказать, помолвки. Семья Клори это было довольно богато. Это Негосант Марсельский, очень, так сказать, известный. И вот у нее было несколько дочерей. Вот видите, одна потом в конечном итоге станет женой Жозефа. Что же касается Дозере, она должна была стать женой Бонапарта. Очень красиво. Я надеюсь, сейчас ее портрет, так сказать, показывают. Ну, портрет чуть более поздний. У нас нет портрета 16-летней Дозере. Ну, наверное, она была еще более приятная. И вот Наполеон пишет ей, ваши очарования, ваш характер незаметно завоевали сердце того, кто вас любит. С тех пор вы считаете в моей душе, которая открыта для вас. Сейчас ночь, над морем дует ветер, а мы удалены с вами друг от друга на целых 10 лет. 40 километров. Я постоянно думаю о моей прекрасной жене. Сейчас объясню. Но она в таком возрасте, в возрасте непостоянства, будет ли она разделять мое одиночество, мое тягот, мое любовь? Почему Ежени? Она же Дозере. Дело в том, что, например, была мания переименовывать своих возлюбленных. Он всем давал имена. Дозере по-французски, дези по-французски – желание. Дезере – желанное. Как-то показалось, это неприлично. Его девушка, она желанная. Кому это она желанная? А ему желанная. Поэтому он ее переименовал в Ежени. И с этого момента я его называл только Ежени. И даже написал роман «Ежени» и «Клессон», посвященный любовь между кинетаблем Франции и Клессоном. Я даже не слышал никогда такого. Да. Ну, это роман. Нет, только фрагменты его только оставили. А-а-а. Вот. Ну, вот, тем не менее, написал роман. В общем, он, короче говоря, очень… А-а-а! Так ведь это же получается, что Жозефина, она же тоже, я же помню… Да? Она… Роза. Роза ее, да. Роза. Он тоже переименовывает. Я поэтому говорю, что у Наполеона была страсть переименовывать, так сказать. Он не мог вот так просто. Надо по-своему. У меня тоже, знаете, это же у нас в нашей, так сказать, маленьком военно-исследовательском мире. У нас тоже боевые имена, тоже его переименовываем. Ну, мы с девушками так как-то обычно не поступаем, на которых собираемся жениться. Ну, и с девушками поступаем. Ну, в общем, короче говоря, и Жени. Ему больше нравилось и Жени, как-то очень благородно и так далее. Ну, вот. Но все так прекрасно, вроде как, должна быть уже скоро свадьба. Время – бах! Во Франции, Париже переворот, приходят к власти термидрианцы. Якобинцы. Народ устал немножко от террора, понимаете? Год один рубили голову, энергия, вера в то, что строят новое справедливое будущее, новый мир, но как-то, знаете, когда рубят и рубят, и рубят, и рубят, это, в общем, немножко начинает… Утомляет. Утомляет, да. И хотя, да, Робеспьер, Максимилиан, его брат Агустен, Сей-Жюст, так сказать, можно сказать, пассионарь революции – это люди честные, они сражались во что верят, они не за деньги, они не воры, это люди, которые искренне в это верили. Ну, это, конечно, хорошо, но, понимаете, когда этого, этого, этого рубят направо и налево, то, в общем, начинают люди как-то беспокоиться. И в конечном итоге в июле 1794 года происходит переворот, переворот 9-го Тромендора по названию революционного месяца. А, мы должны сказать здесь, что революция, ведь все должно было поменять. было объявлено, что начиналась новая эра, вот все, что было до этого, это уже… Первый год республики. Да. Более того, смотрите, 20 сентября 1992 года французы задержали первую, так сказать, победу, остановив войска интервентов победы при Вальми, отныне первый день первого года. До этого мира не было. Это так, вот, начинается первый день первого года, первого года республики, и дальше, разумеется, все эти месяцы, понимаете, там, какой-то июль, какой-то июль, нужно всё это переименовать. Да, дни тоже нет, недели никакой, уже есть декадит, десятидневки, вот, в этих десятидневках называются дни, уже больше нет названий святых, но называются они по названиям растений, по названиям животных, по названиям, и месяца тоже. Термидор – это термине по-французски завершает, термидор завершающий месяц, ну, как бы завершает летний, так сказать, потому что там июль, а вот термидор. Вот, значит, термидор – это месяц вот такой тёплый и горячий, а там это фример, например, месяц холодов, положим, и так, вантос – месяц ветров, вот такие названия. Так вот, девятого термидора… Флореаль. Флореаль, ой, красиво очень, название флореаль – это месяц цветов, это конец апреля, начальник мой очень красивый, флореаль – декрет, подписанный там, десятом флореале, конечно, звучит. Есть некоторые такие красивые названия. Да, безусловно. А, Жерминаль – это месяц ростков, вот апрель, начало апреля – Жерминаль, поэтому победа, одержанная, скажем, потом будущей наполёной в итальянской кампании, они будут победой в Жерминале, но всё-таки в Флореале ещё лучше. Да. Так вот, переворот в Париже, он вот этих вот, я бы сказал, кровавых романтиков сверг. И, соответственно, власть перешла в руки, собственно говоря, тех, ради кого и делать революцию, потому что якобинцы это определённое, так сказать, французская революция немножко и занесло, она ведь началась как буржуазная, чтобы фактически власть от дворянства феодального перешла постепенно в руки всех, у которых есть деньги, нет у них звонких имён и рыцарского прошлого, но зато есть производство, есть торговля, есть средства. В принципе, вот ради этого происходила революция, но, вы знаете, обычно над фильмом смеются, но в одном историческом фильме, который по-русски был определён как повторный брак, он в 1970 году сделан, там одной фразой автор этого фильма резюмировал, мне кажется, французский режиссёр Жан-Поль Рапно, и эта фраза была в гениальном периоде на русский язык. Вот такая фраза. Значит, идёт главный герой этого фильма, который играет Жан-Поль Мельмондо, который ездил в Америку, который вернулся на Францию, и его друг, который стал офицером национальной гвардии, активный деятель революции, и тот офицер говорит, а что ты там делал в Америке? Коммерция. Коммерция. Кто говорит? На коммерции весь мир держится. Старый мир. Понимаете? Ну, по-французски там было немножко по-другому, но перевод ещё лучше, кстати, чем сказано было в французском, но суть какая? Что этот офицер, он делает, собственно, буржуазную революцию, которая уничтожит тот мир, который держался на чести, на мече, и тогда придёт мир, так сказать, прагматичный очень. Но те люди, которые её делали, они-то думали, что они создают какой-то вообще мир торжества разума, какой-то удивительный, новый, прекрасный мир. И ради этого эти люди шли, они на смерть, они сражались. Нельзя было бы революцию сделать, если бы никто в это не верил, понимаете? Так вот, вот такие революционеры – это как раз Робеспьер, Сен-Жуист, но, видите, люди очень быстро наелись от этого. Конечно, террор Великой французской революции по масштабу, скажем, XX века, он смотрится так, не очень, там 50 тысяч было казнённых в 30-миллионной Франции. Это, конечно, много, но всё-таки по масштабу событий XX века – это так, можно сказать, цветочки. Но, тем не менее, всё-таки это очень серьезно. Но для своего времени это было абсолютно беспрецедентно. То есть, если контекст эпохи посмотреть, такого просто не было. Естественно, представьте, если бастилии, которые взяли штурм, у них было 7 заключённых. Четверо фальшивомонетщиков, один сидел за всякие неприличные преступления, и два ещё сумасшедших сидел. Вот эти узники королевского деспотизма. А тут уже, понимаете, там тысячами казнят. Естественно, это. Ну, вот. И Робеспьер, Сен-Юст, сверху-то их казнили. И, в общем-то, власть перешла в руки достаточно прагматичным людям. Однако, нужно сказать, что в эпоху бурную, революционную власть перешла не к почтенным торговцам, честным, почтенным организаторам производства, она перешла, естественно, в руки к жуликам всех мастей. Это понятно, так сказать. Но это не сразу было понятно. А пока было понятно, что нужно, так сказать, освободиться от террористов. И начались аресты теперь уже террористов. А Наполеона кто произвёл по рекомендации Гюссенера Робеспьера. Его арестовали. Ну, т.е. террорист. Один из тех. Его арестовали 9 августа 1794 года. Он провёл, правда, недолго. 11 дней он провёл в тюрьме, потом решил, что, конечно, отношения не имеет. Но, тем не менее, он отправляется в Париж, ну, так сказать, он уже лишился своей команды артиллерии итальянской армии, он направляется в Париж, чтобы, так сказать, дальнейшее назначение получить. И здесь он некоторое время в топографическом депо, а потом ему дают назначение в Вандею командовать пехотной бригадой. Ну, что такое Вандея? Вандея – это область на западе Франции, где был мощный контрреволюционный мятеж. Знаменитое контрреволюционное восстание крестьянское. Вот подавлять контрреволюционный мятеж. И вот он, знаете, как-то почувствовал, что-то ему не нравится, подавлять контрреволюционный мятеж, и он отказался. Он отказался. Знал ли он уже о том, предполагал ли какое будущее, или просто инстинктивно. А ещё есть, дело в том, что такой забавный момент, в королевские времена генерал артиллерии считал себя очень-очень престижной должностью, считал, что пехотный генерал – это ниже, чем генерал артиллерий. Ну, артиллерия – это и сейчас бог войны, и там, в общем, люди должны быть крайне образованные. Ну, и поэтому считал, что генерал артиллерии оттуда предлагают пехоту, да ещё где-то в гражданской войне. Вот это ему не понравилось. Он отказался. Отказался – всё, до свидания. И он оказался вообще на Парижской мостовой без какой-либо, так сказать, без работы. И так он оказался безработным генералом в 26 лет. Шикарная карьера. Генерал в отставке. То есть, в 24,5 года генерал, 26 лет уже генерал в отставке. Ну, в этот момент, вот мы уже говорили о том, какие власти пришли во Франции люди, и, в общем, конечно, теперь это стало напрягать людей. Понимаете, там был террор, а теперь воровство, бандитизм, взяточничество, полная, так сказать, везде коррупция, развал, все аппараты, ничего не работает, дикая инфляция, обесценивание, так сказать, всего, денег, голод. В общем, короче говоря, люди стали думать, что ж такое, так это ради этого, что ли? И тут Раэлисталин говорит, а? Говорили вам, король-то, что вам эта революция дала? И тут Раэлисталин думал, а действительно, прикрой это, было лучше же. И, короче говоря, в Париже сотрел мощный Раэлистский мятеж. Вот. И это было в октябре 1795 года, около 25 тысяч человек вооруженных поднялись, так сказать, на Раэлистский мятеж. В 1992 году тюлери брали, так сказать. А теперь через три года все пошли так, опять тюлери брали, в котором уже заседает революционное правительство. И вы знаете, а там у конвента было только 5 тысяч человек, которые готовы более-менее исполнять приказы, 5 тысяч человек, и все генералы куда-то разбежались. Все потом 5 тысяч там, 25 тысяч, в общем, быстро прикинули и сообразили, что малоинтересно. И вот тут вспомнил, слушайте, какой-то такой составной генерал Бонапарт. И вот, так сказать, его пригласили, и ему предложили. Не желаете ли возглавить, так сказать, войска? Перед Бонапартом возникла такая перспектива. Да. Это, с одной стороны, коррумпированное правительство. Это ясно. Отвратительное коррумпированное правительство. А с другой стороны, все-таки, это революционный мятеж. Это уничтожит все то, что раньше проливалась кровь. Это все вернется еще хуже будет, чем было. Это же не просто, понимаете, вернется старое. Это будет черти что. Теперь будет террор, потом белый террор покатится. Вот. То есть, выбирать из двух зол. Но он сообразил, что вот в этом взгляде, во-первых, это все-таки перспективнее, а во-вторых, для него это будет, конечно, интересно. Он несколько секунд до того сказал, да. Ну, на самом деле, говорят, что он был один командующий, нет. Их пять генералов пригласили, но остальные, в общем-то, фактически никакого командования не осуществляли. Реально командовал Бонапарт. И вот здесь он понял. Вопрос. Сколько у вас солдат? Пять тысяч. А сколько пушек? Сорок. О! И он поставил ставку на орудиях. Но дело в том, что… А где находится орудие? Орудие находится на Саблонской равнии. Ну, это несколько километров от Парижа. А почему они здесь? Ну, вот так получилось. Так их нужно оттуда привезти. Ну, да. Ну, а как их привезти? И тот попросил, у вас есть кавалерийский командир какой-нибудь нормальный? И вы знаете, вот этот потрясающий момент. Сказали, да, вот есть такой Мюрат. Парень такой здоровый. Этот Мюрат, правда, в этот момент был человеком, который, как ни странно, будучи великий маршалом, он продвигался, в основном, донося на своих товарищей, что они не райлисты и так далее. В общем, какой-то у него была карьера вообще какая-то никакая. Он, несмотря на то, что сильный, отважный человек, но карьера была ничтожная. Одни люди там воевали, защищали республику на фронте, а он где-то внутри страны где-то… Ну, вот его позвал Ланапарт и сказал, возьмите 200 кавалеристов, скачите на Саблонскую равнину, возьмите пушки и верните их сюда, орудия. Рубите всех, если надо. И вы знаете, вот как… Знаете, такая фраза? Встань и иди за мной. И вот это как просто… Переключило его. Да. Этот человек, понимаете… Вот этот человек, который был… Он очень мелкий был, Мюрат. Потому, что я о нем писал, так сказать, небольшое произведение. Он был вот до этого момента очень мелким человечком. И в другой раз, и он стал героем. И он поднесся… А он же именно физически… Он был прекраснейший кавалерист. Метр девяносто пять роста. Мускулистый, владеющий любыми конями. Он настоящий мужчина. Великолепный боец, великолепный любовник и, так сказать, отважный совершенно всадник. И вот этот человек понесся, так сказать, со своими двустами кавалеристами. Там уже какие-то сторонники этого мятежа пытались пушки взять, но их там всех разогнали в одну секунду. Пушки взяли и привезли, так сказать, галоп, привезли в центр Парижа, где Бонапарт точно же их поставил. И когда утром мятежники двинулись к сюрерии, вместо, так сказать, какой-то пих-пих из ружей вдруг встретился залп орудий. Ну, это очень убедительно, понимаете. Залп орудий, несколько залпов, и все. И все разбежались. И на этом мятеж был. Там же поди, картечь в упор. Да, картечь в упор. Картечь в упор, это было абсолютно... Там буквально все это было за несколько минут. То есть, не надо было долго. Все разбежались, а потом уже дальше разобрались аресты и все прочее. Короче говоря, мятеж был подавлен. Все. Мятеж был подавлен в несколько минут. Ну, тут сообразие вообще, конечно, парень-то что-то стоит. Правда, его не сразу, конечно, наградили, там что-то думали, но все-таки 16 октября 1395 года его проведили в дивизионный генералов. Чтобы понять, нужно сказать так. Иерархия была такая. Не было никаких маршала Франции, потому что революция очень боялась военной диктатуры. Поэтому был бригадный генерал – это первый генеральский член, и следующий – дивизионный генерал. А дальше, если вам нужно командовать большими чем-то, вас назначают так – «женеральный дивизион», а вас назначают командой армии. Тогда были «женеральный дивизион», «женеральный шеф». Дивизионный генерал – главнокомандующий. Пока вы командуете армией, вас называют «женеральный шеф». Как только вы сложили обязанности командующего, вы опять просто дивизионный генерал. Понятно? То есть, других званий нет. Нет корпусного генерала, нет маршала Франции, ничего нет. Нет, есть только бригадные дивизионы, боясь, чтобы слишком не было… Чтобы Наполеона не получилось. Чтобы Наполеона, конечно, не было. Именно так. Итак, он становится дивизионным генералом, и тут ему поручают командовать внутренней армии. Это более 40 тысяч человек, все те, которые вокруг Парижа, те, которые сидят, грубо говоря, в тылу, но которые поддерживают какой-то определенный порядок в центре Франции. Место очень-очень выгодное, конечно. Если бы Наполеон мечтал о политической карьере именно тогда, он бы наверняка лучше не придумаешь. Так жизнь-то удалась уже, конечно. Ты стережёшь власть. То есть, ты что стережёшь, тем и владеешь. Ты владеешь. Понятное дело. Тем более, он действительно конкретно охранял директорию, этот режим из термидрианского конвента был создан исполнительной власти, пяти директоров. Он как раз руководил их расположением в Дворце Люксембурге. И вот здесь последний, собственно говоря, эпизод, которым я сегодня хотел бы остановиться. Это удивительный для меня эпизод. Не многое понятно в жизни Бонапарта, но не очень понятный этот эпизод. Сейчас объясню. Дело в том, что в городе, так, по крайней мере, легенда говорит об этой встрече, в городе конфисковали у всех оружие. Ну, естественно, брали всё ещё не по пути, и конфисковали, то ещё не надо. И в семье Бугарне, вдовы генерала Бугарне взяли саблю. Ну, понимаете, вот пришли, у вас оружие есть, ну, вот есть. Сабля, опасно, холодное оружие, забрали. Ну, это абсурд, понимаете. И вот маленький сын этого генерала Бугарне пришёл к Бонапарту, к командующему, так сказать, все войсками, ему сказали, что вот сабля моего отца, ну, и тот, ну, конечно, приказал найти, саблю отдали. Ну, так говорят легенды, по крайней мере, легенды так красивые. И на следующий день мать этого мальчика Жозефина, вдова генерала Бугарна, она приехала поблагодарить генерала Бонапарта. И а дальше вспыхнула бешеная совершенно страсть к этой женщине. Ну, почему это странно? Потому что, ну, во-первых, там у него была очаровательная, прекрасная юная девушка, которая его очень любила, так? А во-вторых, Жозефина, у неё было очень много приключений, потому что после того, как она стала вдовой, гильотина сделала её вдовой, генерал Бугарна был казнён, как так сказать, по подозрению, в рейлизме. Ну, и у неё было много приключений очень. Она была уже по тем временам для женщины… по тем временам, ещё раз говорю, чтобы женщины современные, не дай бог, не подумали, по тем временам 32 года – это, в общем-то, для женщины довольно же серьёзный возраст. А он был гораздо её моложе, и вдруг у неё бешеная страсть, бешеная страсть абсолютно. Ну, она согласилась стать его с насмешкой, у неё было очень забавное слово, она по-креольски, это же из «Смартиники», а там такой акцент, там букву «Р» почти не произносит. Есть такое французское слово «дроль», «дроль» – это французское слово, значит, «забавный». Она просто как забавная смешная мальчишка, который почему-то загорелся бешеной страстью. А он какой страсть загорелся? Смотрите, это письмо, опять-таки, это документ из той эпохи. «Семь часов утра» – это только что вот. «Я просыпаюсь в весь мыслях о тебе. Твои портреты и опьяняющие воспоминания вчерашнего вечера не оставляют покоя моим чувствам. Нежно, несравненно с Жозефиной. Какое странное воздействие вы оказываете на мое сердце. Вы сердитесь? Вы печальны? Вы беспокоены? Моя душа разбита, болью и для меня нет покоя. Смогу ли я утолить в ваших губах, в вашем сердце пламя, которое меня сжигает?» «Ах, как острое! Почувствую этой ночью, что ваш портрет – это не вы. Ты выезжаешь в ползень, я увижу тебя только через три часа. А пока, мило, дольче амор, примет тысячу моих поцелуев, не отвечая на них, иначе они спалят всю мою кровь». Ничего себе! Вообще, это буря, буря вспыхнула совершенно. Естественно, несчастная Дезире была забыта. 9 марта 1996 года Банапар женился на Жесхине Багарне, брак был зарегистрирован. Он пришел с опозданием почти трехчасовым, потому что у него была куча дел, он, понимаете, командующий внутренних войск, вот он пришел, быстро сказал «пожените нас», первый раз было, «пожените нас». Мы быстро поженили, а медовый месяц длился две ночи и один день, потому что… Быстро! Потому что 11 марта он получил уже, точнее, он уже получил до этого назначение, то, которое он ждал, назначение в итальянской армии. Но все-таки перед итальянской армией последнее, что я хотел сейчас сказать – это Дезире. А что Дезире-то? Да, и жени, собственно. И жени. Она узнала об этом, она, потрясающе, написала такое письмо. «Вот вы ей женаты. Больше нельзя ваши несчастные жени и думать о вас. А вы говорили, что любите меня. Вы решили жениться на другой. Вы женаты. Я не могу привыкнуть к этой мысли, она меня убивает. Я не могу выдержать этого. Я покажу вам, что я окажусь более верным моим обязательствам, чем вы, и никогда больше не выйду замуж. Мое несчастье научит меня лучше знать жизнь и не доверять моему сердцу. Я прошу вас через вашего брата, передайте мне портрет, который я вам когда-то дала. Я думаю, что он вам безразличен. Особенности и честь, что у вас есть жена, обожаемая вами. Она, конечно, превосходит во всем бедную и жени, кроме одного – той преданности, которая у меня была к вам». Да, но теперь о судьбе все-таки и жени. И жени, ну, потерпят, помучатся. Ну, а потом кругом прекрасные отважные молодые люди и какой-то офицер замечательный, который звали Бернадут. Ах ты, ничего себе. И Бернадут женится на и жени на Дезире Кларе. И в скором времени Бернадут становится уже маршалом эпохи Наполеона. Но самое интересное, шведы, желая сделать приятную Наполеону, предлагают Бернадуту трон Швеции. Но самое интересное, к этому времени Бернадут уже был совсем вообще не за Наполеона. Потому, что Дезире посвятила всю свою жизнь, чтобы отомстись. И когда уже в эпоху империи Наполеон сказал, делал очередное какое-то доброе дело Бернадуту, он сказал, что я буду всегда делать для вас все хорошее, что я могу сделать. И вот Дезире становится королевой Швеции. Ее потомки сейчас правят до сих пор на троне. И во многом политика Бернадута, которая, став королем Швеции, наследный принц, потом становится королем, во многом была антинаполеонская. Ну, не хочу сказать только из-за этого. Но в частности во многом, потому что рядом была жена, которая говорила, ты должен этому гаду, ты должен ему показать, кто ты такой есть. Но, конечно, самое забавное в этом. Представляете, у торговца марсельского была дочь Жюли и была дочь Дезире. Дочь Дезире станет королевой Швеции, а Жюли, которая вышла замуж за Жозефа, она станет королевой Испании. Потому, что Жозеф станет королевом Испании. Какие карьеры хорошие. В общем, ничего. Таким образом, император, который между этими двумя, и два короля, в одном месте было два будущих короля и император. И две королевы. И две королевы. Но одна королева, можно сказать, нам сейчас до сих пор передала потомство. Шведская монархия, которая ныне существует, это потомки Бернадута. Кстати, опережая немножко. Потому, что когда Бернадута умрет, он же был настоящий офицер республиканской армии, и тело короля будут разоблачать, и там надпись такая «Смерть королям». Прекрасно. Татуировка в смысле, да? Татуировка, да. Татуировка смерти королям. И так на этом кончается вот такой эпизод, я бы сказал, жизни Наполеона, связанный с его чувством и любовью, но для него начался самый удивительный его эпизод. Я ещё раз подчёркиваю, 2 марта 1396 года он получил назначение, а 11 марта он отправился к итальянской армии, и началось самое, может быть, удивительное приключение в жизни, может, Наполеона, может быть, Европы, началось какое-то совершенно фантасмагорическое, то, что происходило в Италии. И я надеюсь, мы об этом поговорим в нашей следующей беседе. Это обязательно, обязательно поговорим, надеюсь, у нас будет несколько развернутых бесед, которые доведут, наконец, Наполеона до России. Без сомнения. А я, собственно, хотел бы резюмировать, что вот такого рода вводная лекция, вводная беседа, мне кажется, очень важной, потому что никогда нельзя забывать о человеческом факторе, потому что любой великий правитель, полководец, неважно кто, это прежде всего человек, и мы никогда не сможем понять глубоко его мотивов, поступков, образы действий, образа мыслей, не поняв его таким, каким он был человеком, потому что за реляциями, за приказами, за каким-то волшебным, сказочным или, наоборот, чёрным, враждебным, несказочным образом всегда стоит реальный человек, у которого были какие-то свои мысли, свои желания, свои страсти, и, конечно, было своё становление. И когда мы видим вот этот штампованный портрет такого дутловатого, грузного мужчины, который сидит, значит, усталый на барабане на Бородинском поле, как нам Бондарчук старший показал, он имеет под собой, безусловно, какие-то реальные основания, но вообще-то Наполеон был очень далёк от этого сказочного образа, и когда он был молод, как все мы, когда мы молоды, очень сильно отличались от себя в более старшее время, и поэтому вот эта лекция мне представляется очень важной. Я бы хотел, во-первых, поблагодарить вас, конечно, и вот за эту идею, потому что я ещё раз, я сейчас не собирался рассказать все какие-то анекдоты из его, так сказать, жизни, детства и молодости, но мне казалось, что вот эти вот некоторые основные черты формирования личности, их нужно было сказать, чтобы понять всё-таки дух этого человека, ну и, разумеется, вы верно сказали по поводу молодости, все люди изменяются, и Наполеон изменился очень сильно, между Наполеоном молодым и Наполеоном, положим, уже эпохи, там, 1813-14 года, огромная гигантская, так сказать, реальность, особенно если, например, в 1815 году, но он очень рано постарел, я бы сказал, с ним очень быстро эти произошли возрастные изменения, ну и умер-то ведь, он ему уже 52 лет ещё не исполнилось, понимаете? Ну, у него жизнь-то была очень стремительная и тяжёлая, я думаю, что он не постарел, а он сам себя уходил, как говорят. Да, 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 потому что ведь он спал очень мало, например, он спал в будущем, когда он будет императором, он спал обычно по 4 часа в день, не больше, так? Это очень, это гигантская энергия, гигантский расход энергии, в общем, конечно, он себя, так сказать, сжёг в этой действительно стремительной жизни, но зато там каждый год был за десятки лет, и то, что он оставил, я сейчас не говорю о военных, а о гражданских его созданиях, они ещё живут поныне. Но все конституции, которые есть демократические, это всё наследство кодекса Наполеона. Без сомнений, да, без сомнений. Вот, поэтому ещё раз вам большое спасибо за то, что вы действительно так вот, я думаю, что именно после этой вводной лекции будет гораздо легче, яснее понять то, собственно говоря, ради чего мы здесь, наверное, собрались, потому что мне, конечно, хотелось рассказать о военных компаниях Наполеона, и, конечно, мы обязательно об этом и говорите. Спасибо, Олег Валерьевич! Спасибо огромное! Спасибо! Ну, на сегодня всё, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok